приветствую вас друзья зовут меня константин тихонов я являюсь действующим арбитражным управляющим и сегодня я отвечу на несколько часто задаваемых вопросов арбитражный управляющий это лицо которое назначается арбитражным судом для проведения процедуры банкротства конкурсный же управляющие это арбитражный управляющий но только назначенный в процедуру конкурсного производства соответственно он и называется конкурсный управляющий принцип один и тот же это одно лицо это арбитражный управляющий арбитражный управляющий может быть временным административным конкурсным и финансовым управляющим все зависит от процедуры которая введена арбитражным судом чаще всего в В случае аукционных брокеров и тех людей, которые работают с торгами по банкротству, они встречаются непосредственно с конкурсными управляющими в процедуре конкурсного производства. Поэтому конкурсный управляющий – это арбитражный управляющий, повторюсь, который назначен в процедуре конкурсного производства. Вознаграждение конкурсного управляющего изложено в статье 20.6 Федерального закона номер 127 о несостоятельности банкротства. Более детально мы в эту статью углубляться не будем. Вы можете самостоятельно с этой статьей знакомиться. Она имеется в открытом доступе. Но от себя добавлю, что арбитражный управляющий получает вознаграждение в зависимости от процедуры. В некоторых процедурах это ежемесячное вознаграждение плюс процент от реализации имущества. В некоторых процедурах это фиксированная сумма вознаграждения плюс процент от реализации имущества. А также процент от удовлетворенных требований кредиторов. В вашем случае управляющие, с которыми вы чаще всего встречаетесь, это конкурсный управляющий и финансовый управляющий. Так вот, у конкурсного управляющего ежемесячная зарплата составляет 30 тысяч рублей. Категорию процентов мы с вами обсуждать сегодня не будем. Как говорил ранее, вы с ними можете ознакомиться, ознакомившись со статьей 20.6 федерального закона о несостоятельности банкротства. Что касается финансового управляющего, финансовый управляющий это тот управляющий, который ведет процедуру банкротства физического лица. Так вот, у финансового управляющего фиксированная часть вознаграждения за каждую процедуру, это реструктуризация долгов и реализация имущества, это 25 тысяч рублей. Плюс процент от реализации имущества и в плане реструктуризации долгов, процедуры реструктуризации долгов, это 7 процентов от выполненного плана реструктуризации долгов гражданина. Соответственно, вот такое вознаграждение имеет арбитражный управляющий. Повторюсь, арбитражный управляющий зарабатывает в зависимости от конкретной процедуры. И вознаграждение от 15 до 30 тысяч ежемесячно. Как правило, если арбитражный управляющий заинтересован вне продажи какого-либо объекта, либо какого-либо имущества, в первую очередь эти арбитражные управляющие всячески пытаются не предоставить возможность ознакомиться с тем либо иным имуществом. Это основные критерии, которые используют арбитражные управляющие. Пытаются донести информацию о том, что данное имущество не ликвидно, оно разобрано и не имеет никакой ценности. Следовательно, вот эти два основных момента, которые используют арбитражные управляющие в своей деятельности, поэтому при анализе лотов, при принятии решения о выкупе того-либо иного лота рекомендую тщательно знакомиться и не прислушиваться к словам арбитражного управляющего. Таким образом, арбитражный управляющий может вас как неинформировать, так и дезинформировать. Что касается неинформирования, это не берет трубку, не отвечает на сообщения электронной почты, не отвечает на официальные запросы, которые вы направляете посредством Почты России, ну и так далее. Что касается дезинформирования, то арбитражный управляющий предоставляет недостоверную информацию, а конкретно сообщает о том, что тот либо иной лот просто не работает, либо чего-то нет, либо не в том состоянии, в котором он указан непосредственно на электронно-торговой площадке. Ну, вариантов на самом деле может быть много, конкретный вариант и каждый вариант обсуждается отдельно. То есть в общих чертах это происходит именно так. То есть предоставление недостоверной информации и либо не предоставление информации вообще, потому что, ну, просто он не заинтересован в продаже какого-либо лота, либо заинтересован в самостоятельной покупке. На самом деле закон запрещает распределение лотов между своими. Но такая практика на самом деле существует и существует у многих арбитражных управляющих. Поэтому, как я и говорил в предыдущем ответе на предыдущий вопрос, все так и получается, что арбитражный управляющий, чтобы не продать какое-либо имущество, не предоставляет вам необходимую информацию. Либо предоставляет дезинформацию, чтобы вы приняли отрицательное решение в плане участия в торгов. Да, действительно, на рынке банкротства это существует, законодатель с этим всячески борется. Ну, пока уйти от этого не представляется возможным. Что будет в дальнейшем, ну, покажет практика и покажет рынок банкротства. В конкурсном производстве, как правило, арбитражный управляющий назначается арбитражным судом. В любом случае, в любой процедуре банкротства арбитражный управляющий назначается судом. Но что касается перехода от предыдущей процедуры в конкурсное производство, как правило, арбитражный управляющий назначается на основании решения собрания кредиторов. И, опять же, назначается арбитражным судом в соответствии с определением суда. Как правило, и в соответствии с федеральным законом о нестоятельности банкротстве, арбитражный управляющий самостоятельно должника выбрать себе не может. Арбитражный управляющий имеет полное право по собственному желанию, по заявлению, поданному в арбитражный суд, выйти из процедуры. Написав простое заявление, прошу суд освободить меня от исполнения обязанностей арбитражного управляющего, конкурсного управляющего, временного, административного управляющего и так далее. В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен, и каждый гражданин Российской Федерации имеет право выбирать, чем ему заниматься, какой профессией и так далее. Поэтому каждый арбитражный управляющий по собственному заявлению имеет полное право выйти из процедуры. Что касается оснований оспаривания результатов торгов, на самом деле достаточно много может быть оснований для оспаривания. Ну, например, вас не включили в список участников. То есть вы, когда получили протокол об определении участников, вас там нет. И вы уверены, что вы сделали все правильно, вы направили задаток. Ну, арбитражный управляющий по какой-то причине не включил в список участников, тем самым не допустил до торгов. Что касается оснований, на самом деле, повторюсь, оснований может быть очень много. Каждое основание, если по какой-то причине вы не выиграли торги и понимаете, что за вами правда, каждое основание надо непосредственно разбирать и принимать какое-то конкретное решение, как поступать в этом случае. Обращаться в федеральную антимонопольную службу, обращаться с заявлением об оспаривании данных торгов. Поэтому, еще раз повторюсь, оснований может быть много. Что касается судебной практики, судебная практика также разнообразна на территории Российской Федерации в части оспаривания торгов. Поэтому, конкретно каждый случай необходимо разбирать, по нему конкретно работать и принимать какое-то определенное решение, по какому пути идти дальше. Относительно оспаривания действий и бездействий арбитражного управляющего я предлагаю поступать следующим образом. Предварительно обсудить все негативные последствия действий либо бездействий арбитражного управляющего непосредственно с арбитражным управляющим. Если переговоры не привели ни к чему хорошему, следующий этап – это, возможно, подача заявления, жалобы в саморегулируемую организацию, в которой состоит арбитражный управляющий. Следующий этап, если предыдущие этапы не помогли, и следующий этап – это обращение с заявлением в управление Росреестра того региона, где идет рассмотрение в арбитражном суде дела о банкротстве. Управление Росреестра занимается контролем за деятельностью арбитражных управляющих. И данное управление примет решение по вашему заявлению привлекать либо не привлекать того либо иного арбитражного управляющего какой-либо ответственности. Последний этап – это обращение с заявлением в арбитражный суд на действие бездействия арбитражного управляющего. Поэтому в данных проблемных ситуациях я предлагаю все-таки действовать следующим образом. Этап номер один – пытаться договориться с арбитражным управляющим, выяснить все нюансы и проблемные ситуации. Этап номер два – написание заявления в саморегулируемую организацию. Этап номер три – написание заявления либо жалобы в управление Росреестра. Этап номер четыре – написание заявления в арбитражный суд того региона, где рассматривается дело о банкротстве. Однако, уважаемые друзья, есть некоторые нюансы при написании жалоб и обращении в те либо иные инстанции. Все жалобы должны быть обоснованы. В том случае, если вы написали жалобу, к примеру, в управление Росреестра, действия арбитражного управляющего признали законными, следовательно, арбитражный управляющий может привлечь дополнительную юридическую помощь для отстаивания своих интересов. И впоследствии расходы на данную юридическую помощь в качестве убытков в процессе арбитражный управляющий через суд может возложить на вас. Поэтому при написании жалобы, жалоба должна быть обоснованной, и вы должны понимать действительно, что вы делаете, и правильно ли вы жалуетесь на действия либо бездействия арбитражного управляющего. Отвечая на этот вопрос, начну с примера. Неоднократно при анализе того либо иного объекта, либо лота, действующие аукционные брокеры обращаются за получением необходимых документов. Отчет оценщика, положение о реализации имущества, решение о собрании кредиторов, информация по лоту, правоустанавливающие документы. Как правило, многие арбитражные управляющие всю эту информацию размещают на электронно-торговых площадках. Данная информация также присутствует в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Перед тем, как направлять запрос арбитражному управляющему, постарайтесь ознакомиться с этой информацией, поискав ее в ЕФРСБ на электронно-торговой площадке. Как правило, и зачастую это происходит именно так. Вся информация располагается на этих ресурсах. Если же найти необходимую информацию на ранее озвученных ресурсах не удалось, направляем запрос арбитражному управляющему. Но формируем запрос правильно и грамотно, излагаем все свои мысли, что мы хотим получить от арбитражного управляющего. Не надо направлять арбитражному управляющему шаблонные запросы, в котором вы хотите получить абсолютно все. При анализе лота и при запросе документов все-таки надо формировать правильно запрос и получать ту информацию, которую вам необходимо. Спасибо за внимание. С вами был действующий арбитражный управляющий, Константин Валерьевич Тихонов. До встречи.